Доброе утро, уважаемые радиослушатели! Поздравляю всех с Новым годом, с наступившим, желаю всем светлых дней, радостных, благополучных, здоровья всем в семье и новых достижений. А сегодня у нас в Риге 10 утра, а в Нью-Йорке 3 часа ночи, но тем не менее наш собеседник, с которым мы говорили две недели назад, Ефим Шаббат, все-таки на связи с нами из Нью-Йорка. Ефим, доброе утро или добрая ночь? Доброе ночи, доброе утро, Рига! Да, да, да. Спасибо большое, что ты вот с таким энтузиазмом откликнулся на предложение продолжить разговор о колхозе Адаже, в котором ты начинал свою трудовую биографию славную и работал с замечательным человеком Альбетом Каусом, о котором мы начали говорить в прошлый раз. И вот напомню для радиослушателей, что сюжеты этой нашей прошлой программы были очень интересны для многих, кто помнит те времена, потому что Ефим рассказал, как он после окончания высшей комсомольской школы в Москве устроился не в центральные органы комсомола и партии, не в какую-нибудь большую газету Латвийской Советско-Социалистической Республики, а в Кавхоз. И при этом у него у 27-летнего была зарплата, как у академика, то есть с премиями около 500 рублей. Это, конечно, очень большая сумма, потому что, напомню, что я работала в газете Советского Ратвия, и тогда главный редактор этой газеты получал 350 рублей оклад, ну, там еще 13% был подоходный, а у колхозников подоходного не было. Так вот, Кавхоз Ада же был феноменальным в том смысле, это было такое уникальное предприятие в масштабах всего Советского Союза, и этот момент оценило высшее руководство, а в частности, тогда еще не президент Советского Союза, а генеральный секретарь КПСС Михаил Горбачев. И как это произошло, сегодня и Тим нам расскажет. Как Альберт Каус стал членом президентского совета? Ну, судя по всему, во время визита Горбачева в феврале 1987 года, значит, в агрофирме Ада же, я думаю, что он ему просто понравился, потому что Каус, скажу так, когда он хотел, он не мог не понравиться. То есть он мог очаровать любого человека, и в какой-то степени они как бы с Горбачевым были похожи. Я помню действительно такое, ну, скажем так, такое радостное, приподнятое настроение всей свиты Горбачева, она, кстати, была не такая огромная, как, наверное, была бы, как сегодня существует у разных президентов, от того, что они видели. Потому что они видели и школу новую, они видели ухоженные улицы, они видели строительство домов индивидуальных и многоквартирных в агрофирме Ада же. То есть это было видно, что, ну, что-то для них такое все-таки спешли. И в этой связи я хотел бы привести интересный пример, потому что мы же говорим, что Михаил Сергеевич, его нельзя оторвать от Раисы Максимовны покойной, потому что они были как одно целое и даже действовали как одно целое. И это было интересно наблюдать в жизни, а именно в агрофирме Ада же существовал такой, значит, комплекс крупного рогатого скота, назывался он Брегенты. Его директором был такой Изигис Шталберг, очень интересный человек, зоотехник, любил свое дело до невозможности и разбирался в этом деле. Значит, особенность этого комплекса была в том, что он декларируется как комплекс, в котором работало где-то около 40 человек на тысячу коров. Это было огромное, так сказать, достижение. Это была современная постройка с зимним садом, представьте себе, с прекрасным, так сказать, комнатой, скажем так, с центром управления. Но это было что-то такое на уровне фантазии. Тосмическое. Да, и вот ситуация, значит, Горбачев, Раиса Максимовна, покойный Пуба, еще там пара человек охрана, Каус, естественно, мы оказываемся в небольшом зимнем саду. Я стал свидетелем удивительного разговора, так сказать, такой конверсации между Каусом, Горбачевым и неожиданно Раисой Максимовной. Шла речь о величине надоев, о величине надоев молока, и, если я не ошибаюсь, это легко перепроверить, в том году, значит, в те годы, скажем, да, средний надой молока по Советскому Союзу не превышал трех, значит, трех тонн в год. Вы запомните, 3000 литров в год, это макс какой-то был средний. И вот Каус рассказывает нашим гостям, у нас надой, значит, вот в этом комплексе конкретно, даже в этом комплексе, в том числе, 5000 литров молока в год. Ну, так сказать, пауза, так сказать, которая требует какой-то оценки Горбачева, что здорово, классно, молодцы. И тут, и тут, и тут, Раиса Максимовна говорит, Михаил Сергеевич, а помнишь, в Израиле мы были, там надой молока 10 тысяч литров от коровы в год. И, так сказать, такая, опять такая маленькая пауза, все посмеялись, ну, типа, к этому нужно стремиться. Но я что хочу сказать, вот этот пример показывает, что Раиса Максимовна не была статистом, так сказать, при визитах Михаила Сергеевича куда-либо. То ли она готовилась, то ли это действительно у нее в памяти осталось от поездки в Израиль. Ну, вот такая была интересная история, и, собственно говоря, свидетелей осталось практически два человека, потому что я думаю, что вот мы вдвоем, Горбачев и я, который, наверное, из всей команды, которые были, там именно в этот момент, в этом зимнем саду, услышали вот эту конверсацию. Это было интересно. Ну, и после этого, значит, спустя небольшой срок, когда Горбачев, так сказать, решил создать первый президентский совет, кстати, об этом факте хорошо писал Черняев, помощник Горбачева в своих записках. Он прекрасно помнит, ну, судя по тексту, его мемуаров, агрофирмуады же, и, судя по всему, действительно, это посещение, это знакомство с Каусом, оно не осталось незамеченным. Именно поэтому, собственно говоря, и Каусы пригласили в первый президентский, первый и последний президентский совет Горбачева. Вот так, так сказать, я вспоминаю эти все события. Ефим, слушай, а вот что это был вообще за феномен, этот комплекс бриллианты, он гремел буквально на весь Союз, и действительно, там было чему удивляться. Из того, что ты рассказал, наверное, многие могут тоже сделать такой вопрос. Но возникает вопрос, была ли это показуха, или это действительно было какое-то устремление создать предприятие, хозяйство, комплекс, который, ну, реально опровергает все существующие стереотипные вопросы о том, что такое сельскохозяйственная ферма животноводческая, да, что это там обязательно тяжелый труд, навоз, запахи и все остальное. Ну, максимум, что там может быть, это оборудование для механизированной уборки помещения, то есть освобождение его от навоза и комплекс, который позволяет автоматически доить и собирать это молоко уже в какой-то емкости для того, чтобы потом загрузить в машину и отправить на молокоперерабатывающий завод. Какими мотивами руководствовался КАО, создавая такие вещи? Ну, мне думается, скажем, тактика технической характеристики, что называется, этого комплекса, настоящие, реальные, мне были недоступны. Я думаю, они были многим недоступны, потому что злые языки поговаривают, что когда какие-то делегации приезжали, то действительно оставалось там человек 30-40, так сказать, которые обслуживали комплекс, а еще человек 50 прятались по раздевалкам. Но идея была такая, что это был всегда огромный комплекс. Я не знаю, с точки зрения сельского хозяйства, насколько это было разумно именно с точки зрения производительности труда, потому что никто, никто, подчеркиваю, в Латвии точно никогда не скопировал этот опыт. Не было таких. Вообще не было на тысячу, не было вот такого и так далее, потому что, в принципе, это, ну, можно сказать, такой маленький, ну, даже не маленький, такой завод был построен по производству молока. Да, действительно, было совершенно немного, так сказать, запахов. Там дойка была автоматическая, это правда, действительно, это было. Как часто это ломалось, как часто это ремонтировалось, никто этого не знает. Но это был вижн, реальный вижн, такой визионерский проект. И я думаю, что Каус где-то его видел, потому что я не думаю, что он как бы изобрел. Я думаю, что где-то он видел. Это можно было, наверное, где-то увидеть там, типа, не знаю, там, в ГДР, в Словакии, в Чехии, в Чехословакии такие объекты, потому что, ну, действительно, это огромный был комплекс. Красивый, как здание был. Это было то место, вот визитная карточка, собственно говоря, ну, которая предъявлялась каждому и всем. И после этого вопросов о том, насколько инновативно было сельское хозяйство в Агрофельмадже, просто не возникало. То есть этим, это была вывеска, это была шикарная картина. Вот, с точки зрения, повторяю, экономически, просто не знаю. Вот, не знаю. Потому что, ну, не моя это была тема, моя была тема, когда заниматься имиджевыми картинками. Ну, имиджевые картинки, понимаешь, раздувать из мухи слона, это понятно, что мастеров было немало, но здесь-то история абсолютно реальная. Да, да, конечно. Там был мощный человек во главе Эдгар Каулинч. И вот у них на, там, условно, первом десятилетии существования этого сельскохозяйственного предприятия стада составляло 700 коров. То есть они начинали там, условно, с 50-ти и вот довели его до 700. А тысяча коров в одном месте, это действительно очень много. Но, вот, что я хочу у тебя уточнить, это зимний сад. Я не думаю, что он подсмотрел зимний сад. Зимний сад, это была какая-то его мечта уже вечная. Потому что это, ну, реально к производству не имеет никакого отношения. Это просто красота, это просто вот какой-то такой подарок людям, что ферма – это не то, к чему они привыкли с детства. Потому что ферма может быть такой. И вот мне было очень горестно прочитать о том, что этот комплекс был уже в новое время абсолютно разрушен, ни подо что не приспособлен. И, ну, просто его снесли вместе со всем зимним садом и со всем остальным, что там было в его начинке. Вот, как будто бы хотели расквитаться, что ли, вот, с этим, не знаю, с этим человеком. Как ты вообще вот воспринимаешь жизнь Каоса уже в новое время? Нашел ли он себя в этом новом времени? Насколько он был удовлетворен этой жизнью и тем, что происходило с ним, с его хозяйством, со страной? Я тоже размышлял на эту тему, потому что судьба его сложилась очень сложно, в общем-то, после всего этого дела, после распада, или, скажем, после обретения Латвии независимости. Но, во-первых, чисто лично он потерпел, конечно, вседушительный удар судьбы. У него ушли в короткий промежуток времени двое из троих детей, двое из троих сыновей конкретно. То есть один погиб на, умер на операционном столе в нашей же больнице, в больнице Ада же. Вот, а второй был погиб во время перегонки автомобиля из Голландии в Латвию. То есть у него остался в живых один маленький, самый младший сын, третий сын. Это было как бы такое личное... А вот именно по службе... Да, по службе, понимаешь, получилось так, что его, вот насколько я так помню, его предали свои же люди в каком смысле? Дело в том, что должность представителя колхоза, колхоза, в принципе, она выборная. И его просто не избрали председателями. То есть нашлись чувачки, какие-то там замы, что-то как-то, объединились. И уже, так сказать, почувствовав какой-то запах перемен и так далее, они просто его не избрали. Представляешь, не избрали. То есть те люди, которые перед ним ходили, что называется, на задних лапах, они просто его предали. Вот совершенно ясно, четливо и понятно. Он уехал в Цессерский район, там купил какой-то раньше, насколько я помню. Но я хотел сказать немножко о другом. Если ты помнишь, он был какое-то время зампредседателя правительства по сельскому хозяйству. То есть тогда назывался должность товарищ... Товарищ... Товарищ премьер-министр... Как это так? Премьер-министр Бедерс, как это так? И, конечно, ситуация такая, что его просто развели, насколько я понимаю. Ему сказали, слушай, ты напиши... Да, он был совсем недолго, 4-5 месяцев. Ты напиши, значит, заявление, что ты его по собственному желанию. А мы там что-то, правительство идет там туда-сюда, там куда-то. И тогда мы тебя снова уже возьмем. На самом деле это была чистая разводка. Он просто пришелся не ко двору. И, в принципе, понимаешь, он... Вот тогда он опережал свое время. Вот при советской власти, скажем, да. Он был визионер. А в это бурное время, так сказать, вот эти, что называется, 90-е и так далее, да. Он как-то... Ну, я не могу себе представить, чтобы он вписался вот в те обстоятельства, которые создались. То есть надо было очень много заниматься, скажем так, уже своими деньгами. Не заемными, не кредитами от госбанков, да, а своими деньгами. Связи были нарушены. Что касается поставок, материалов, там, недостаительства. Я думаю, что и по сельскому хозяйству все как-то поменялось. И мне кажется, что он немножко отстал. И вот в этот момент... То есть я хочу сказать, что вот с ресурсом, вот будучи там герой соцтруда, чем президентского совета, он прекрасно жил бы и дальше. Прекрасно. И развивалось бы хозяйство. Но это, увы, не то время. А вот без ресурса, когда ты один на один в этом мире капитализма, который, скажем так, рождается, да, он просто себя не нашел. Это, собственно, отразилось его в этой позиции, в этой непонятке. То есть он подписал, там, не подписал в поддержку ГКЧП. То есть он уже подписал, потом он, так сказать, отзывал свою подпись, рассказывал, что не подписывал. В общем, он потерялся. Вот немножко потерялся. Понимаешь, и одно дело, когда он команды раздавал специалистам, на самом деле специалистам в своем деле, в своем подчиненном, и все это работало, второе дело он должен был как бы уже сам больше делать. И вот тут, мне кажется, вот произошло то, что произошло. То есть он не пришелся новой власти ко двору, потому что он, ну, он честный человек, собственно говоря. Я не могу себе представить, что он там что-то украл на себя, да. Вот. Но и, так сказать, вот эти новые перемены он, так сказать, не сумел пропустить через себя, не нашел себя в этих обстоятельствах. Я вот так сказал. Ну, давай мы немножечко все-таки вспомним, что не только административный или какой-то властный ресурс делал каоса и ада же тем, что они были. Ведь на самом деле, вот после этого судьбоносного визита Горбачева в 1987 году, она даже стала одним из первых субъектов международного рынка. Да, да. Мы получили счет, собственно, и в банке, валютный в том числе. И вот упоминавшийся нами в прошлой передаче Григорий Лучанский был одним из тех людей, которые организовали, собственно говоря, вот ликвидацию монополии внешней торговли. Вы с этим устаетесь, потому что колхоз начал непосредственно на внешние рынки поставлять какую-то свою продукцию, покупать для себя вот тех же самых коров, потому что это были голландские породы, и каждое животное стоило в валюте довольно серьезных сумм. Поэтому, ну, сказать так, что Каус был человеком, который совершенно ни уха, ни рыло не понимал в рыночной экономике, я бы так не сказала. Но вот что получилось, как возникло это предательство вокруг него, если он, в принципе, и валюту имел на счетах предприятия, и имел такие промыслы подсобные, которые пережили прекрасно любые времена, там, звероферма условно, тоже производство чипсов, тоже консервное производство и так далее. Ведь многое из того, что было им создано, потом было растащено просто по чужим, по другим карманам. Ты понимаешь, я думаю, что первые факторы, самые важные, это, конечно, была зависть, обычная, простая человеческая зависть. К нему. К нему, лично к нему. И надо же помнить, надо же помнить эту ситуацию, когда он, естественно, был членом КПСС и так далее, и так далее, когда все это началось, вот все это что-то, вот все это похоже, все, что связано с КПСС и так далее, это ему ставилось немножко, как бы, вину этими молодыми ребятами. Молодыми ребятами, я понимаю, замов, не хочу назвать фамилию, потому что я не был на этом собрании, мне просто уже сказали, что его не выбрали, но я понимаю, о чем идет речь. И вот молодых, так сказать, специалистов, которые руководили комплексами, да, то есть просто, ну, вот, знаете, такая усталость, усталость от человека. И когда вот пришел момент, когда ты безбоязненно можешь поднять руку против на этом голосовании, вот это и состоялось. Ну, что касается, смотри, что касается внешнеэкономической деятельности, да, безусловно, отдельной строчкой поставления Совета Министров Советского Союза, агрофирма даже разрешили, собственно, внешнеэкономическую деятельность, но она, конечно, не посылала никакой своей продукции за границу, она посылала вот те самые знаменитые удобрения, мочевину, калийные эти удобрения, из тех мест, где Григорий Манавилович отбывал, так сказать, свое наказание. Вот, и, собственно говоря, вот это, это появилась первая валюта, реальная первая валюта у агрофирма даже, то есть своей продукции, конечно, она никуда не отправляла, и, собственно говоря, вот с этого момента, да, то есть она совершенно обрела новое дыхание, появились машины служебные, японские, как я сейчас вспомню, Тойоты, это было вообще чудо, вообще чудо чудесное. То есть если раньше были только Волги, Жигули на стоянке перед правлением, то сейчас появились там пять машин, первые пять машин закупили, вот, это, конечно, было фурором. Вот, но это было недолго, потому что потом уже вот пришло то время, которое пришло. Вот, но, собственно говоря, это исключительно вот пример того, о чем я говорил раньше, что Каус решил политическую задачу, то есть он сказал, что я хочу, и он попросил у Горбачева, судя по всему, во время этой встречи, чтобы дали такую возможность, а Григорий Милович Лучанский, тот человек, который это дело, так сказать, реализовал в жизни. С его связями, с его энергией и, так сказать, скажем так, алгоритмом решения проблем, мы стали одним из немногих вообще в СССР предприятий, сельскохозяйственных, которые получили свою валюту. Да, ну, тот же самый Лучанский является изобретателем тех, так называемых, красных директоров, то есть схемы приватизации социалистических предприятий и руководителями. Почему в случае с Каусом эта схема не сработала? Или, может быть, тогда уже Лучанский занялся своими делами, отошел от этих дел, и Каусу было, может быть, как-то не с руки советоваться с ним по этому вопросу? Или он вообще был, ну, таким, ну, на самом деле, чистоплюем в каком-то смысле, что он считал для себя невозможным вот организацию таких схем в кавхозе, которые он создал? Смотри, я думаю, что вот вряд ли кому-то придет на ум пример, когда какой-либо руководитель в советской Латвии или в Латвии только что обретший свою независимость сумел повторить путь любого красного директора, скажем, в России. Ну, Герчиков. Ну, единственный Герчиков, ладно, Герчиков, ладно. Это, я думаю, что это единственный, по сути дела, да, которым удалось. А в сельском хозяйстве никому из больших производств, там, не знаю, там, не знаю, там, радиотехника, ВЭФ, коммутаторы и так далее никому. Я думаю, что это особенность вообще Латвии, мне так думается. И еще, мне кажется, что каосом не был тем человеком, которому надо было вот что-то свое, вот какое-то богатство, какие-то деньги. Ему нужна была власть и признание и уважение. Это было главное то, что вот все он решился, и после этого он уже не мог восстановиться. То есть никогда не двигало личный какой-то расчет, какое-то желание там... Некористым он был человеком. Да, некористым. Это могу подтвердить сто процентов. Да, удивительная, конечно, судьба. Давай, может быть, еще сделаем такой прыжок назад. А как вообще каос стал этим руководителем? То есть вот в представлении людей более молодого поколения, может быть, есть такая идея о том, что в Советском Союзе была такая жесткая номенклатурная система, когда людей продвигали на какие-то высокие посты, ну, я не знаю, не только за личное качество, но во многом и по соображениям кумовства, связей, плата и так далее. Очевидно, что в сельском хозяйстве было все немножко не так или совсем не так. Но все-таки вот ведь Айберт Каул стал руководителем в достаточно молодом возрасте. И если ты там в 26 лет зарабатывал как академик, то он в свои, наверное, 40 имел власть как один из высших руководителей всей республики. Как его вынесло на эту волну? Знаешь, я думаю, что, ну, скажем так, он, конечно, так сказать, появился не случайно, так сказать, в жизни колхоза Адажи, потому что, насколько я помню, он пришел на эту должность председателем колхоза, на должность председателя, кем ранее был Кукилис. Кукилис, очень такой известный человек, который подымал послевоенный колхоз. Значит, был чуть ли там не десятилетие председателем колхоза. Каус был начальником райсельхозуправления. То есть, по сути, он из своего кабинета имел полный обзор по всем сельхозпредприятиям, которые были в Рижском районе. И я думаю, что, понимаешь, когда ты председатель колхоза, у тебя намного возможностей больше, чем в райсельхозуправлении. То есть, ты владеешь, скажем так, процессами, ты управляешь людьми, у тебя реальная территория, у тебя, так сказать, там, не знаю, там, коровы, птицы, комплексы и так далее. Вот он просто, я так понимаю, у него были какие-то свои задумки, потому что, в принципе, вот по своему складу, вот помнишь, я в первой нашей беседе рассказывал о том, что я не ожидал увидеть именно такого человека председателем колхоза. Колхоз был что-то такое, знаешь, такое, ну, такое уничтожительное, ну, я там директор завода, тут председатель колхоза. То есть, что я хочу сказать, что он мог быть прекрасно, там, не знаю, секретарем ЦК Компартии Латвии, да, то есть он спокойный такой, такой выдержанный, то есть, ну, скажем так, ну, знаешь, такой человек, который, которого легко представить во главе любой инстанции, скажем, в советское время, да, который бы исполнял бы решения и так далее. Но, видишь, его это не заинтересовало. Он бы мог, но не заинтересовало. И вот я думаю, что вот эти успехи, а у него не было, по сути, не успеха, насколько я так помню, вот каждый год, он там, получается, 60, сейчас, секундочку, 77-го, что ли, он там уже, ну, где-то уже до моего прихода лет 10-12-13 уже был, у него каждый год был, как бы, успех, шаг вперед, шаг вперед. То есть видно, что человек реализует какие-то свои, вот, какие-то идеи, какие-то наработки, какие-то замыслы, которые у него были, скажем, когда он не имел возможности это реализовать. И тут он дорвался до, что называется, штурвала. Мне кажется, что это связано с его личностью. Он хотел что-то построить, что-то сделать, ему это удалось. Да. То есть получается, что карьера чиновника его абсолютно не привлекала, карьера администратора не привлекала, ему нравилось именно руководить, ну, предприятием, хозяйством, создавать какие-то реальные вещи, видеть результат своего труда вот в природе. Да, совершенно верно. Хорошо. Ефим, скажи, пожалуйста, ну, все-таки, да, у тебя на короткой связи были корреспонденты центрального телевидения, у тебя программа центрального телевидения «Сельский час», «Гневала» и «Ночевала». Но все-таки, вот, почему ты ушел с этой работы, почему ты устал? Невозможно такой темп выдержать долго. Знаешь, вот часто есть такое модное слово, появилось «burn out», да, то есть сгорело. Сгорание, да. Ну, потому что, понимаешь, я действительно был в бешеном режиме, мне это нравилось, мне это нравилось до какой-то поры. И, ну, вот, настал где-то конец 88-го года, 89-й год, и я понял, что, ладно, так сказать, я же не могу тут состариться, то есть это, я не могу тут, скажем, у меня были свои какие-то амбиции, то есть я понял, что я достиг какого-то своего потолка, да, то есть вот сестра, как я, как Ифин Шамат, все было прекрасно, то есть уважение, так сказать, понимание, но просто, знаешь, вот устал. И двери открывались. Просто устал, вот надоело. И, ты понимаешь, это вот кооперативное движение появилось, и у меня появился интерес к производству книг, и как-то вот все это завертелось, я понимаю, что я просто, ну, уже неинтересно, понимаешь, потому что все одно и то же, я не могу, я не могу более развиваться, я могу больше зарабатывать, но я могу больше развиваться как личность. Я хотел что-то попробовать еще в этой жизни, и вот года два я попробовал, а потом уже 90-й год, и мы уже потом уехали в Германию всей семьей. Ну, я всегда вспомнил, я даже, и Кауса с теплотой. Но что интересно, после вот всех этих событий, я уже работаю за границей, то есть меня послали из Германии работать за границу, бывший Советский Союз, швейцарская фирма. Звонит Каус, представляешь, нашли меня, звонит Каус. Он уже не, так сказать, в правительстве, никак, ничто. Слушай, говорит, ты можешь переводчиком выступить, значит, сейчас скажу, это мы в Ростоке, Ростоке. Скажу, а что такое Альберт Анастасович? Ну, я всегда, всегда готов был, я уже работаю на другой работе, совершенно вообще в логистической компании. Ну, вот мы там создаем какую-то фирму, вот мне нужен переводчик, кому я могу доверять. Ну, окей, там я догадался с работой, вылетел в Росток из Киева. И в чем смысл? Вот как раз вот об этой теме. Значит, Каус беседует с, ну, скажем так, с владельцем такой средней, средней, это 100 человек рабочих сотрудников немецкой фирмы на предмет создания, там, что-то такое совместное предприятие, что-то такое связанное с сельским хозяйством, даже не помню, что, но суть не в этом. Суть в том, что он приехал без денег. То есть он приехал, я имею в виду, так сказать, деньги для создания, он приехал продать себя. И не продается, ты понимаешь, не продается, потому что у человека на этом берегу в Германии первый вопрос, хорошо, я даю там тот, а тот, а что вы даете, ваша сторона? А я даю имя, понимаешь, и не работает. То есть то, что работало раньше, вот раньше, да, оно уже там не работало. Я, конечно, мне было так как-то обидно, потому что я сам не ожидал. Я думал, что он привез какой-то проект серьезный немцам и так далее. Но вот я увидел какой-то, знаешь, такой, какой-то, ну, такой, ну, человека, который занимается это делом, какого-то отчаяния, да, что-то еще пытается, он еще пытается где-то что-то как-то, вот, но уже не, не работает. А какой-то? Сейчас я скажу, сейчас я скажу. Это был, я думаю, что это был, сейчас, 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 93-й, 94-й макс, вот эти, 93-й, 94-й годы, вот в каком-то из этих годов. Он уже, кажется, не был, не был правительствия. Да, хорошо, сегодня мы вспоминали колхоз Ада же и его уникального председателя, последнего председателя Альберта Пауса, который превратил его из колхоза в агрофирму. Действительно, это была агрофирма, потому что у нее было многопрофильное производство, не только непосредственно с хозяйственной продукцией, но и переработкой ее. Мы сохранили в памяти этот бренд в Адашских чипсах. Да. И Ада же является таким притягательным местом для многих, кто работает в Риге, поскольку это близко и в то же время прекрасная инфраструктура. Многие люди переезжают в школу, вернее, в Ада же именно из-за того, что там есть школа, она работает по бальдовскому формату, и эта школа построена при Хаусе, это его усилиями прекрасное создание было возведено, заселено большим количеством детей, поскольку именно в его бытности действительно агрофирма стала очень многолюдной. И многие люди просто хотели там работать, переезжали из других мест, устраивались, и он имел возможность выбирать лучших. И одним из этих лучших был наш сегодняшний собеседник Ефим Шаббат, который работал пресс-секретарем у председателя колхоза, что было тоже уникальным явлением в то время. И благодаря его усилиям это предприятие прогремело на весь Советский Союз и получило действительно уникальную всесоюзную славу. Спасибо, Ефим, за участие в программе. Доброй ночи тебе еще раз с Новым годом. Всех радиослушателей с Новым поздравляем и желаем всего самого лучшего. А про колхоз Ада же, конечно, обязательно нужно написать. И мы это сделали. Спасибо большое за возможность об этом рассказать. Программу «Очевидец» сегодня провела Людмила Прибыльская, звукорежиссер студии Евгений Копин. Всего доброго, до встречи через неделю. Радио Болтком